Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вам показать свои пустые баночки. Сегодня очень жарко и сразу после этого видео мы обязательно поедем на море. Я уверена, что там будет полно народа, несмотря на то, что якобы вирус, но Борис Джонсон с 4 июля сделал послабление, то есть теперь он разрешает дистанцию между людьми держать не 2 метра, а метр. Поэтому, ну в принципе, люди-то и до этого не особо соблюдали, но думаю, что сейчас в такую жару на море какой-то метр. Но мы поедем там, где очень большой широкий пляж. И там, я думаю, что места нам хватит. Может, вставлю сюда в конце видеоролик с этого пляжа, как он выглядит, если не забуду. Ну поехали! Хочу начать вот с таких вот, как их назвать, не знаю, салфеточки, полотенца для снятия макияжа. Они были в коробочке красоты от бренда Винтаж Косметикс. Выглядят они вот так. Здесь одна сторона для снятия макияжа, а вторая как эксфолиатор. То есть вот эта вот сторона, она как эксфолиатор. В общем, фигня еще та. Тут вот я пыталась смыть тушь. Ну, я не знаю, возьмите любое полотенце, намочите его. Здесь, кстати, сказано, чтобы не наносить ни на какие средства, просто водичкой и смывайте. Ну, понятно. Ну, тени смоются. Ну, там, я не знаю, карандаш для бровей смоется. Ну, тональник смоется, ладно. Тушь что-то разотрется. Ну, конечно, не смоет. Ну, в принципе, фигня. Я не знаю, ну, зачем тратить деньги на самом деле. Может быть, просто удобно с собой брать вот такую вот штучку, полотенечко такое. Куда-то едете, допустим, или даже дома, смываете макияж, вот где-то что-то не подсмылось. Такой вот салфеточкой прошлись, и, как говорится, там тональное средство и все остальное, что растеклось, вроде и подсобралось. Но так, конечно же, не стоит тратить деньги и покупать вот эти вот салфеточки, полотенчики, даже, наверное, более правильное сказать. Дальше у меня закончилась вот такая вот гель для душа от Эйвен. Это была их, я так понимаю, зимняя лимитированная коллекция, не уверена. А, ну да, вот лимитированная коллекция. Это подарила мне подружка. Наконец-таки я ее добила. Это какой-то был нескончаемый гель для душа. Здесь 500 мл. Я его... Я им пользовалась зимой. Зимой. Потом как-то поменялся сезон, мне захотелось чего-то другого. Я стала пользоваться другим, и этот все стоял. Потом я решила все-таки к нему вот и вернуться сейчас, и уже его, наконец-таки, добить. Неплохой, хорошо пенится, все прекрасно. Только он мне уже надоел. А так как бы все хорошо. Следующий вот такой вот шампунь для волос для ребенка закончился от бренда Виледа. Поскольку я знаю, бренд Виледа очень рекламирует, вернее, очень хорошие отзывы от этого бренда, от людей, вернее, про этот бренд. Вот. Именно как детские шампуни. То есть очень многим, кому они нравятся, очень многих хвалят, говорят о том, что очень хороший состав у этого бренда. И вот я решила купить на Love Lula. Там все... lovelula.com Сайт, он по всему миру делает доставку. И там у них все именно натуральное. И вот я решила вот такой вот шампунь купить для ребенка. Здесь 150 мл. Здесь как бы шампунь и гель для душа. Пенится, если честно, он плохо. Пахнет... вот тут вот Happy Orange. Я думала, он такой будет насыщенный аромат Orange. Но так как это натуральный продукт, он там где-то, где-то слабо-слабо уловимый. Причем, когда вы уже пените, тогда вот что-то где-то чуть-чуть слегка улавливается. Немножко неудобно, потому что плохо пенится. Но это не должен быть минус этого средства, потому что это как бы натуральное средство. Понятно, что если бы он очень хорошо пенился, то в нем, наверное, тоже не очень хороший состав был бы. Вот, кстати, состав, кто понимает. Куплю ли я еще? Возможно. Потому что якобы натурально, хорошо для ребенка. В принципе, ну, волосы по-любому прочистятся, чем вы их там не помойте, хоть водой. Ну, понятие своем. Вот, и как бы вот здесь вот, как я уже сказала, ну, как бы хороший, неплохой. Но вот решила уже другой купить, попробовать. Ну, естественно, витаминки закончились, витамин D. Это я покупала, кстати, когда была вот эта вот эпопея о том, что коронавирус. Обязательно нужно повышать свой иммунитет. Я аж схватила три упаковки витамина D, потому что, естественно, витамин D в весеннее время, он необходим после зимы. Ну, в общем, вот до сих пор мы ее учуем пользоваться. У меня еще вот третья пачка лежит. Такие вот патчи под глаза у меня закончились. От Бьютина. Бьюти, Бью... Нет, Биоатоник какой-то. В общем, Бьюти. Не знаю. Такие вот патчи. Они у меня были в коробочке красоты. Ну, не знаю. Ну, я вообще не любительница этих всех патчей. Я не вижу в них какого-то, знаете ли, очень большого прогресса. То есть я лучше куплю крем и буду пользоваться кремом для кожи вокруг глаз. Чем куплю патчи. Я понимаю, что патчи, возможно, как и маски. Они тоже как бы необходимы. Но вот как-то, я не знаю, вот я как-то с ними не сдружилась. И как-то сама я их, если честно, не покупаю. Вот такой вот скраб для тела закончился от бренда Фа Бали. Я его покупала в Германии. И, знаете, вот мне очень понравилось, если я буду в Германии, здесь, кстати, манго, обязательно куплю. У меня также вот есть гели для душа от Фа. Буду ими обязательно пользоваться. Очень мне нравится их аромат. И вот этот скраб мне тоже очень понравился. Очень приятный аромат манго. Хорошие скрабирующие частички. Вот тут они, наверное, видны. Они не то, что так царапают кожу, но чувствуются, что вы скрабируете. То есть как бы, ну, мне понравился. Здесь сколько у нас? 200 миллилитров. Поэтому я если, ну, когда буду в Германии, я обязательно еще приобрету. Вот такой вот спрей от Avon закончился у меня. Я их покупаю. У нас соседка наша распространяет Avon. Она приносит каталог. И вот, когда там по паунду, я вот такие вот покупаю в туалет пользоваться. Спрей. Они, конечно, моментально выветриваются. Ну, такой вот быстренький, скажем так, аромат, чтобы был. Вот я такие вот покупаю. Неплохой, кстати, был аромат. Приятненький. Дальше. Подружка мне, я делала заказ от Mary Kay. И подружка мне дала пробнички. И вот один из них, это был такой вот дневной крем H-Minimize 3D. Вот этого пробника, здесь сколько у нас? 1,7 грамм. Хватает аж на 3-4 раза. То есть он такой, знаете, плотненький. Хороший крем. Не знаю, ну, я не скажу, что что-то я там прям заметила. Что вот я хочу, хочу его купить. Потому что, ну, порой сложно понять из пробника. У некоторых средств есть такой накопительный эффект. Не знаю, куплю. Наверное, не куплю я. Потому что что-то вот так вот прям бах, намазывай прям вау, да, моё. Я не увидела. Но такой, знаете, экономичный. Экономичный. Вот такая вот масочка у меня закончилась. Тоже была в коробочке красоты. Вот такая вот. Ну, не знаю. Я вообще не очень люблю такого типа маски. Потому что вы наносите как-то холодно лицу. Потом лежите с этой маской. Вроде ходить ничего не можете. Ну, и можете, но она немножко неудобна. Потом вы сняли. Тут полно этого жидкости этой, которую потом, естественно, вы в кожу втираете. В общем, не знаю. Ну, маска, не знаю. Я, в общем, не куплю эту маску. Потому что что-то как-то, не знаю. Ну, ничего такого не заметила. Вот такие вот у меня закончились салфетки для зеркал. То есть я вот вытираю свой зеркальный стол. Вытирала им. И зеркала. Ну, теперь я купила просто спрей. Специальную тряпочку для зеркала. И пользуюсь. И, кстати, выгоднее даже. Потому что эти салфетки стоят где-то паунд. И спрей там, по-моему, как он там. Не знаю, что там у нас. Мистер Мускул, по-моему. Пользуюсь тем спреем. Его надолго хватает. Главное купить нужную тряпочку. Во всех супермаркетах продают. Там с пометкой, что он для стекла именно. Или для окон. И вот у меня есть отдельная тряпочка для окон. И отдельная тряпочка для именно стекла. И вот я пользуюсь. Мне нравится, и, как я еще раз говорю, что она гораздо экономичнее, чем вот такие вот салфетки. Кстати, вот у таких салфеток есть такая, знаете, мания высыхать. То есть ими надо или быстро пользоваться, или, использовав половину, вторая половина, допустим, здесь их тридцать, пятнадцать использовали, остальные пятнадцать уже подсыхают. Ну, а последние три, они уже вообще сухие. Вот такое вот средство. Маска, вернее, это была от Элэмис. Мне давали в подарок за покупку. Знаете, вот она такая интересная. Вот она мне понравилась. Она черного цвета, но она такая, как мусс. То есть вот вы наносите на лицо, и если другие вот эти вот, допустим, угольные маски, они такие все грязнючие, мазучие, то это такая воздушная. Вот даже сложно описать, как мусс. Вот вы его наносите, он как... Очень давно был такой праймер у Лореали, он был в баночке розового цвета. Вот он тоже такой был, как муссовый. То есть вы его наносите, и у вас как будто бы такой матовый дается эффект. По-моему, от Smashbox тоже есть такой прозрачный праймер для лица. Вот и тут вы эту маску наносите. Не знаю, есть ли у меня тут вообще что-нибудь осталось. Маску эту... Ну нет, тут уже не выдавить. Маску эту наносите, и... Знаете, такой, как вот... Как праймер она ложится, и вот остается на лице. Потом смываете, и у вас красивое очищенное лицо. В принципе, маска неплохая. Очень даже. Вообще, знаете, как-то в этом году полюбила бренд Элэмис почему-то. Вот, не знаю, я его до этого не пробовала. И вот как-то попробовав, мне он очень понравился. Закончились вот такие бомбочки. Fruit Fizz от Avon. Очень приятный аромат. Прям такой взрыв, взрыв аромата. Но у меня ребенок любит бомбочки. Я вообще их не покупаю. Но тут что-то вот, что-то меня сбрендило купить их. И что я заметила? Вот после этих бомбочек, вот именно после этих бомбочек, кожа очень сухая. Вот она наутро просыпается, и у нее прям вот шелушится. Вот на руках начинает шелушиться. Прям вот шелушится в прямом понятии этого слова. Как этой бомбочке... Здесь было три. Как этой бомбочкой не пользуюсь, проблем нет. Вот только эту бомбочку попользовались. Наутро встаем, то же самое. То есть, как бы не рекомендую. И сама, естественно, больше не буду покупать от Avon бомбочки. Что-то, я не знаю, что-то, видимо, в составе у них есть, что очень-очень сушит кожу. Такого вот мыла от Avon тоже закончился. Цитрусинг. Очень мне нравится их аромат. Он такой цитрусовый, приятненький. И я люблю вот эти мыла. Я их ставлю в туалет, который у нас внизу, потому что там маленькая раковина. И очень удобно вот такое вот маленькое мыло ставить. Закончились у меня вот такие вот патчи, как сказать, я не знаю. Там, не знаю, в общем, как сказать, что это у нас вообще такое. Есть где-нибудь написано, что это такое? Диски. Диски для снятия макияжа, скажем так. Закончились. Я их покупаю в Lidl. Вот от бренда Sien. Они очень дешевые в Lidl. Здесь 140 штучек. И они очень хорошие. Ну, в смысле, они прошиты хорошо и там не шелушатся нигде, ничего хорошие. Я их всегда, в принципе, покупаю. Вот такой вот крем для лица у меня закончился. Он был в коробочке красоты от бренда Be Good. Неплохое средство. Это как натуральный крем для лица. В принципе, неплохой такой. Ну, больше, наверное, на зимнее время. Он такой немножко плотненький. Вот такое вот средство для снятия макияжа у меня закончился. Метеллярная водичка от Libriderm. Покупала я его по 75, по-моему, процентной скидке. Потому что у него уже срок годности подходил к концу. Вот не очень удобно, что вот так вот его нужно наносить. Но очень приятный аромат. В принципе, неплохо смывал косметику. Не раздражал кожу лица. Неплохое средство. Может быть, 7,25 как бы немножко дороговато. Но с 75,5% скидка, ну, это вообще дарма, можно сказать. Вот такой вот крем для кожи. Что у нас? Тело закончился. Такой Body Butter. Приятный, кстати, аромат. Здесь у нас что? Орхидея и янтарь. Приятный аромат. Быстро впитывается. В принципе, неплохой очень даже крем. Здесь 225 грамм. Единственное, что, конечно же, когда он подходит к концу, неудобно его наносить вот таким вот способом. Поэтому я его просто переливала в баночку. Вот лаж такие вот, где открываются. И так им пользовалась. Вот такой вот от Avon закончился у меня парфюм. Вот, знаете, это парфюм моего какого-то детства. Я очень его любила. Вообще пользовалась им моя сначала сестра. Она его очень тоже любила. Вот у меня этот даже аромат ассоциируется именно с моей сестрой. Вот в те далекие времена, когда мы еще были такими молодыми, ну, детьми, ну, не детьми, в этом понятии, тинейджерами, наверное. Вот она уже, наверное, была таким тинейджером. И вот она покупала этот парфюм. В общем, в том возрасте, когда мы себе можем позволить, только Avon. И вот она его покупала. Мне он очень нравился. Он такой, знаете, сладкий, ну, приторно. Ну, сладкий такой. Наверное, вы знаете этот аромат, что я вам его описываю. В общем, он относится, наверное, к критериям сладки. И вот, не знаю, вот я его, конечно, очень люблю до сих пор. И вот каждый раз, когда я его вот понюхаю, мне вот, ну, скажем так, вот прямо ассоциируется именно с ней, вот с тем временем. Вот очень их люблю. Эти инконденсенс. Они часто бывают, вы его не по скидке, за 6 паундов. Они, наверное, лучше, конечно, в зимнее время. Потому что в летнее время, когда в жару, они очень будут такими удушающими. Ну, конечно, вот в зимнее время я их люблю. Так, ну и последнее мое средство. Это вот такой вот был у меня пробничек от Charlotte Tilbury. Их праймер. Такой сияющий праймер. Ну, как и простой сияющий праймер, он немножко с таким вот розоватым подтоном. Я вообще праймеры не люблю, поэтому, не знаю, ну, как бы придает, конечно же, блеск, безусловно. Но, ну, не могу как бы его прямо рекомендовать, потому что сама праймерами не пользуюсь. Ну, и теперь у нас пойдет, пойдут коробочки, пустые баночки от моей сестрички. Повторюсь еще раз. У нее кожа 35+, очень чувствительная, даже, наверное, можно сказать, мега чувствительная. И поэтому на ней можно тестировать многие продукты, потому что они, большинство ей не подходят. А уж если подходят, то, знаете, это прям такая, хороший такой затест. То есть можно точно брать. Ну, поехали. Первое средство это у нас от L'Oreal. Здесь у нас маска для окрашенных волос на 6 раз. Вот такой вот тюбичек. В принципе, ей понравился, хорошо питал волосы, хорошо увлажнял волосы. Поэтому вот можете присмотреться, у кого окрашенные волосы. Вот такой вот пилинг у нее закончился. У меня, кстати, тоже есть такой пилинг. И мне этот пилинг понравился. Ей он тоже понравился, но у него вроде как натуральный состав, и он, конечно же, быстро портится. То есть им нужно пользоваться, ну, буквально вот прям пользоваться, пользоваться, и никаким тогда другим продуктом пользоваться не надо. Но уже, естественно, если нет, то появляется уже там и неприятный запах, и пользоваться им, естественно, уже нельзя. То есть, как вы знаете, натуральными продуктами нужно пользоваться сразу, быстро. Здесь все-таки 100 мл. Вы знаете, вот есть такая тенденция, когда вы пользуетесь постоянно, начинает этот продукт уже надоедать, хочется его куда-то убрать в сторону, начать пользоваться другим, начать пользоваться другим, этот начинает портиться. Поэтому вот тут вот еще как бы осталось средство, ну, потому что, ну, невозможно так быстро его использовать, как у него выходит срок годности. Дальше у нас такой вот, естественно, ее любимый Батист, знаете, кто смотрит мои видео, что Батист это у нее просто номер один, она его любит, обожает эти сухие шампуни, кстати, посмотрите, поменялись упаковки, мне кажется, они стали теперь гораздо удобнее, такие вот, аккуратная такая крышечка, что очень удобно, и есть такие мини-версии Батисты, еще раз повторюсь, я уверена, что когда мы поедем в каком-нибудь отпуск, она обязательно его возьмет, потому что Батист это для нее, как, знаете, вот, не знаю, вот мы произносим слова и произносим вот это вот, и вместо имени вот у нее вот это вот что-то, что-то, что-то тоже самое. Вот, кстати, Батист еще один, естественно, как же без него, ее любимчики, любимчики. Следующий, это вот такой вот от Натура Сибирики, кондиционер для волос, она, кстати, Натуру Сибирику очень любит, любила, но вот этот кондиционер для волос, ну, вообще ей не понравился, ей не подошел, здесь вот, кстати, 98% натурального ингредиентов, скажем так, в общем, натуральный состав. Вот, и вообще, то есть вот она его постоянно использовала на волосы, и в большом количестве, и в маленьком количестве, и абсолютно ничего он не давал, то есть выкинут ей просто деньги. И, кстати, мне тоже, вот, если честно, эта Натура Сибирика не нравится, они шампуньи, их не нравится, ничего. Дальше у нас это вот такая вот, такие тенюшки для бровей, здесь у нас Medium to Dark от Berry M, это очень бюджетное средство, здесь вот даже у нас нарисовано, как нужно использовать его, и вы знаете, оно просто-просто супер, оно ей безумно понравилось, здесь вот есть такое вот зеркальце, и три вот таких вот средства. Есть, естественно, кисточки, чтобы пользоваться, здесь, по-моему, пинцетик лежал, он просто прекрасно моделирует брови, вы, вот здесь вот такая, знаете, вот кремовая текстура, а здесь матовая текстура, то есть вы можете делать себе, как вам удобно. Вот, посмотрите, такой вот оттенок, можете взять и светлее оттенок, у нее вот именно среднячок, Medium to Dark, и безумно ей понравилось, и, опять же, повторюсь, бюджетное средство просто супер. Так что, вот, кто ищет себе что-то, кто пользуется тенями для бровей, вот, можете присмотреться. Вот такой вот детский шампунь от Эко, ей он, кстати, понравился, он, вы знаете, что натуральный, у них натуральная косметика, экологическая, и шампунь хорошо смывает всю грязь с кожи головы, не щиплет глазки, то есть вот можете посмотреться, и, кстати, бюджетный бренд, можете себе его спокойно позволить. Также, естественно, любимая, любимая ее маска, маска номер один, и, кстати, я тоже очень люблю эту маску, очень хорошо она очищает, действительно, поры, грязь лица, вот, очень люблю эту маску, можете присмотреться, она, кстати, пощипывает, но очень хорошо очищает. Такой вот баттер для кожи, для тела, 300 мл, шампайн, у него небольшой расход, потому что это, знаете, такой прям баттер-баттер, приятный, в принципе, аромат. Единственное, что он, как и баттер, знаете, такие вот у них есть, такой грешок, не у всех, но у многих, он так плохо впитывается, надо ждать, когда он впитается, то есть вы нанесли, остается такой белый развод, и вот вы прям должны ждать, когда он впитается. Если времени нету, то, конечно же, не совсем, ну, баттеры, это идеально, да, то есть этот грешит этим, то есть он остается на коже, нужно подождать, когда он впитается. Вот это, конечно же, большой развод при, скажем так, нашей такой вот бегущей, текущей жизни. Следующее вот такое интересное средство, это крем от бренда Эпимакс, 500 грамм, продается он только в аптеке, это не дешевый крем, но он отлично справляется, у кого есть сильная аллергия, вот, допустим, вот энзима, какая-то очень сухая кожа, какая-то вот прям аллергия сильная. Вот этот крем очень хорошо с этим справляется, я сама его не пробовала, но вот сестричка говорит, что вот он очень хорошо с этим справляется, супер-супер средство, стоит тех денег, которые есть, и не забывайте, здесь все-таки 500 грамм, здесь относительно много, и опять же, ну, вот у кого есть аллергия на кожу, или очень какие-то сухие участки кожи, то вот этот вот крем она рекомендует, но имейте в виду, купить его можно только в аптеке. Вот очень ей понравился этот спрей для волос, то есть вот она его прям рекомендует, рекомендует, он не склеивает хорошо, держит волосы, то есть вот прям 100% она его рекомендует, здесь вот пятерочка самая сильная, от Тросамени, кстати, тоже недорогие, но вот присмотритесь, очень-очень хороший. Вот такой вот серум для волос от бренда Giovanni, в принципе, неплохой, немножко, он неплохой, но, знаете, такой немножко тяжеловатый для волос, как бы вот не очень он ей понравился, здесь вот удобная помпочка, но как бы вот не очень. Следующее у нас средство, это вот такое вот средство для волос, это шампунь у нас, и заявлен как шампунь для блескости, тут вот у нас уксус и манго. Ей шампунь этот понравился, хорошо пенится этот шампунь, прекрасно очищает, но Дуглас бренд, он не дешевый бренд, хотя он такой, знаете, латвийский, это там, что у нас тут, 475, а нет, не 475, немецкий, я так понимаю, да, значит, немецкий бренд, я не скажу, что он какой-то там популярный, я не знаю, почему у него такие цены, но, действительно, он бренд не из дешевых, но вот ей понравился этот шампунь, я, кстати, тоже купила у них шампунь, по-моему, для объема, но вот еще не пробовала, вот, интересно попробовать. Вот такой вот пробничек у нее был, крем от Olay Regenerist Skin Tone Perfecting Cream, вот, знаете, этот крем ей понравился, он неплохо впитывается, хорошо увлажняет, и, знаете, цена у него приемлемая, то есть, вот этот вот кремушек, ну, по крайней мере, пробничек, вот, ей вот понравился. Дальше это вот средство для интимной гигиены, ей вот он не очень понравился, она вообще обычно покупает другой, ну, вот, как-то решила что-то попробовать новенькое, как и мы, девчонки, всегда чего-то хотим новенького, вот, решила попробовать и приняла решение, что все-таки она вернется к предыдущему своему любилчику. Детская вот такая вот зубная паста от Билка, его, вот, значит, такие вот у нас детская зубная паста, хорошая, она ее рекомендует, она много где продается, знаете, вот на разных таких вот органик натуральных сайтах, где продают натуральную косметику, там часто вот этот бренд присутствует, и паста эта зубная есть. Дальше у нас идет масочка, вот такая вот глиттерная, глиттерная, галакси, космическая стоит, вот она паунзик, я так понимаю, и, знаете, неплохая маска, ей она, в принципе, понравилась. А вот, допустим, вот эта маска уже чуть похуже, как бы, в принципе, тоже ничего, это вот угольная маска, но та предыдущая была получше. Ну, а вот эта маска вообще самая худшая, вообще ей не понравилось, то есть вообще ни о чем. Вот такой вот тоже крем для, увлажняющий крем от Невея, закончился у нее, знаете, он очень-очень жирный, у нее жирная кожа, но этот крем прям очень жирный был, и она его использовала на кожу рук, потому что, ну, совсем он там прям жирный до невозможности. Ну, мне кажется, Невея этим и славится, что, сколько я помню, всегда вот там в зимнее время, вот в этот, когда вот в Латвии, там прям зима-зима, и нужно что-то такое, прям, знаете, матерое. Вот Невея, это вот что-то такое матерое, это прям такой белый плотный крем. Ну, вот для рук, как бы, единственное, наверное, куда можно его использовать здесь. Следующее средство, у моей сестрички, закончилось. Это вот такая вот пенка от Дуглас для умывания тела, то есть бодифоум. Сейчас они входят в моду, многие бренды делают такие средства, и, как она сказала, что, в принципе, неплохой, посмотрите, как он весь красочный, но у него большой расход, потому что все-таки это пенка, и много, естественно, набирает. Также неплохой вот этот вот скраб для лица. Кстати, мне он тоже очень нравился от Натура Сиберика. И, по ее словам, все, в принципе, ничего, но тут очень крупные и жесткие частички. Поэтому она не смогла использовать его для своего лица, потому что, как вы, кто смотрит, тот знает, что у нее очень чувствительная кожа, и она использовала для тела этот скрабик. Вот такие вот масочки закончились у нее от бренда Кинокосметикс. В принципе, они неплохо увлажняли, вовсе не особо дорогие, то есть цена-качество очень даже как бы ничего. Вот такая вот маска для лица закончилась от Регина Роузес. Посмотрите, какая красивая баночка, какая красивая у нее крышечка, и она вот с такой вот помпочкой. То есть удобно очень наносить эту маску. Она с Q10, QZMQ10. В принципе, маска слегка увлажняет, и как бы больше ничего. То есть, конечно же, больше на эту маску покупать не будет, потому что очень-очень много на сегодняшний день увлажняющих масок. Совсем ей не понравился вот этот вот лосьон увлажняющий для лица от бренда Barre Food Sauce. Он вот с такой вот тоже помпочкой был, но, к сожалению, вообще эффекта никакого. И, кстати, он также быстро испортился. Вот этот вот очищающий кондиционер для волос от бренда Algon. Вот такой вот. Наверное, или вот этот бренд. Даже не знаю, что тут за бренд, если честно. Ну, так себе он и, в принципе, как бы особо ничего такого прям вау не делает. Немного смягчает ваши волосы, ну, как бы и, в принципе, все. Следующий это вот такой вот скраб для лица против черных точек, против прищечков. Здесь 94,8 натуральных продуктов. Крупные очень частички были такие, как будто бы скраб с сахаром. В принципе, ну, как бы ничего себе, но он быстро испортился, потому что здесь все-таки натуральные ингредиенты, и пришлось поэтому потом использовать его на тело. Вот такой вот сорбет увлажняющий для лица от Кадалии вообще не понравился. То есть, как бы, ну, был и был. Здесь вот всего лишь 10 мл такой пробничек. Хорошо, что она взяла пробничек, потому что, как бы, ну, в принципе, ни о чем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...